друзья встретил я первую печеночницу в этом году вот я его уже оторвал он какой-то с виду подсушенный был я не понял сразу что это за гриб всем привет вы на канале тихая охота не сидится мне дома захотел вот еще выбраться в лес поснимать прогуляться хоть сейчас и сухо жарко навряд ли конечно будут какие-либо там грибы в больших количествах начнем вот с такого гриба плетей белый чисто белых я не встречал они вот такие вот грязно-белые как бы описание хотелось бы конечно сделать так что ну вот у него чешуйки на ножке светлые у белого плете я частенько вот такие чешуйки бывают на шляпке по центру они такие вот грязно-белые чисто белых я не встречал плетеев белых вот такой гриб возьмем сейчас пойдем дальше посмотрим что есть кстати у белого плетея такой более приятный запах чему плетея оленево друзья встретил я первую печеночницу в этом году вот и уже оторвал он какой-то с виду подсушенный был я не понял сразу что это за гриб пока не разломил вот он обычно с него прям аж влага сочится такая жара сухо и вот он такой под засушенный весь под засушенный весь друзья но это очень вкусный гриб это это блин это блин ура вот он печеночница гриб язык или тещин язык его еще называют первый в этом году гриб печеночница у меня конец июля какое сегодня 21 или 22 число я не помню сейчас будем искать еще посмотрим кстати я обычно как-то нахожу печеночницу на дубах постарше если честно этот такой прям но он видно что больной дуб этот да печеночница друзья маленький грибок сейчас будем смотреть друзья вот еще плетей белый попался мне все отломал я его тоже вот такие вот у него пластинки довольно таки частые но бывают конечно и чаще у многих грибов они что хочу сказать вот стоило мне я наверное покажусь вам суеверным но стоило мне зайти в лес я положил скажем так лес ему на пенек семечек насыпал мне попалась эта печеночница буквально сразу там через несколько секунд я увидел вот и думаю теперь после этого верить или не верить во все это так вот такой у меня пока урожай грибной печеночница пополам разрезанное два белых плите и сейчас посмотрим дальше прогуляемся так друзья походил и вот тс же трутовик серно желтый встретился мне вот грибочки вот молодые молодые совершенно вот наросли вот еще вот здесь вот старый уже высохший тот самый который как раз называют ведьминой серой и вот они молодые тс же на них даже капельки видно влаги выросли на валежине над ручьем где у меня нож 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 так это уже такой результат я нашел два плете белых нашел печеночницу и тс же вот тоже тут смысла считать даже наверное нет так сейчас посрезаю их и покажу вам так вот друзья срезал их вот смотрите прям влага вот выступает на срезе вот это вот молодой тс же вот такие надо брать не берите старые вот на нем влага выступает на срезе вот они молодые молодые грибочки сейчас я с них древесные вот эти вот остатки посрезаю и все ведро встретился мне еще друзья вот такой вот плетей это плетей благородный по-моему правильно так он называется в общем-то он практически от белого не отличается конечно такие же вот пластинки довольно таки частые но но вот я поворачиваю он блестящий он блестящий прямо такая гладкая шляпка у него сверху он тоже такой грязно-белый с радиальными полосками но вот за счет шляпки вот этой гладкости блестящий шляпки он отличается от белого плете тоже гриб съедобный плетей благородный вот тут ножка его осталось также растет на трехгалявых валежинах устал друзья решил тут остановиться немножко посидеть это тут трутовик настоящий или трутовик обыкновенный вот растет на валежине сейчас даже не знаю куда-нибудь сейчас присядем семки съел воду воду я оставил в машине не взял моя в общем-то перед тем как идти попил сейчас передохну маленько пойду дальше я сломал ведро шел по овражку по краю нога провалилась там где-то под листвой полость была и упал прям под мышкой на ведро так жалко конечно я с ним много проходил за грибами с этим ведром придется новое покупать такие дела спустился я друзья во вражек в таком месте я нашел тс же наподобие ну и в таком примерно месте я сломал ведро упал здесь вот валежник такой бревна валежники трутовик плоский вот растет по зарастал этим трутовиком надеюсь что то интересное здесь тоже попадется потому что уже давно сухо и в основном по таким местам я и нахожу грибы я находил например опенка летнего тоже вот в таком ярку овражки тс же достаточно много сейчас пригуляюсь посмотрим здесь вот там еще раз покажу вам ручей течет себе там он тоже завалы но я там был осматривал все смысла возвращаться туда снимать видео нет пеньков тут хватает это тут еще их и пилил кто-то в таком овраге ладно сейчас что будет интересно я включу камеру еще поснимаю покажу вам у друзья такая фигня блин я этот гриб конечно не искал специально но вот я нашел его это трутовик лакированный гриб рейша еще его называют вот такая у него ножка длинная жесткая такие вот концентрические у него как бы такие разноцветные полосы идут это во время роста вот так он растет и самое вот свежее что вот наросло более светлое и к центру потемнее вот этот вот старый рядом этот гриб занесен в красную книгу россии в красную книгу воронежской области я до этого не слышал чтобы его если честно находили в воронежской области этот гриб ну не слышал не значит что его находили конечно этот гриб очень ценится в странах восточной азии очень много исследований было проведено по нему из него выделяют вещества которые улучшают работу сердца кровеносной системы противоопухолевые противовоспалительные так сейчас я сейчас попробую вспомнить так там еще противоаллергенные до до противоаллергенные в общем то там много всяких различных полезности от этого гриба грипп этот даже выращивают искусственно для продажи трутовик лакированный гриб рейши вот он в данном случае вырос на корне кстати вот еще один был третий вот он вырос на корне дерева в общем то так они растут обычно у подножия деревьев на корнях на трухлявой древесине неожиданная такая находка если честно я искал ну что я хотел надеялся найти печеночницу я уже не надеюсь потому что сухо нет и нет дождей найти там те же маховики зонтики пока что в ближайшем будущем когда пойдут дожди я думаю все это будет и и вот этот гриб это вообще прям красота он занесен в красную книгу поэтому я трогать его конечно не буду конечно пока еще вроде как не ввели вот эти вот огромные штрафы за редкие грибы надо проверить как вообще этот закон приняли не приняли еще почитать поискать в интернете поэтому трогать я его не буду пускай он растет ну конечно друзья красавец красавец сейчас покажу придется лечь вот такой у него гименофор белый под шляпкой да и правда гриб красивый сейчас конечно сухо я думаю во влажную погоду он бы выглядел намного интересней встретился еще друзья трутовик чешуйчатый я его называю пестряк это еще одно его такое название это более удобно такие вот у него губчатые поры под шляпкой губчатое строение гименофора этот уже большой жесткий такой я брать не буду на еду я беру молодые небольшие грибочки хотя такой при желании можно вот вот эту часть если обрезать поварить минут 30-40 и можно будет приготовить котлетки и или грибную икру и так друзья я собираюсь уже домой итог вот такой вот одна печеночница вот пополам я разрезал его вот он одна печеночница всего гриб очень вкусный очень я бы сказал даже редкий я понимаю что большинство из вас я так думаю никогда не собирали этот гриб и даже в глаза не видели только видели на картинке где-то или слышали от кого-то что кто-то его собирал пожалуй я вот здесь получше фотографию подберу из тех что мне попадались и приложу вот сюда прутовик серно-желтый плетей белый два грибочка плетея белого вот второй и плетей благородный в общем то он от плетея белого практически не отличается их можно спутать оба съедобные ну так же сломал ведро конечно да и нашел гриб рейший или еще его одно название такое трутовик лакированный лекарственный гриб гриб занесен этот красную книгу россии в красную книгу воронежской области конечно данные не читал не проверял но каких-то странах по моему за рубежом он тоже занесен в красную книгу всем удачной тихой охоты пока